Даже в преддверии праздника наша команда приготовила для вас свежий выпуск новостей. Это Универ Ньюс, с вами Кристина Зеединова и мы начинаем. Казанский федеральный университет является партнером многих японских вузов, как в научном направлении, так и в образовательном. Между университетами происходит обмен студентами. Для привлечения студентов проходят такие мероприятия, как форум обучения в Японии. Подробнее о нем мы расскажем в следующем сюжете. 7 марта прошел совместный форум Казанского федерального университета и университета Цукубы «Обучение в Японии». Помимо университета Цукубы в мероприятии приняли участие университет Канадзава, университет Кендай, университет Ниагата, университет Хоккайдо и языковая школа Ахара. Сегодня, просмотрев презентации данных учебных организаций, наши студенты в будущем смогут поехать на стажировки по разным направлениям. Также два наших студента из Института международных отношений поделятся сегодня своими впечатлениями об учебе в университете Канадзава. Представители вузов рассказали о студенческом обмене в рамках партнерских соглашений, представляли возможность пройти обучение в одном из вузов, но с условием необходимого в достаточной степени владения английского языка. Сюда пришел, чтобы узнать, что можно получить для моих интересов, какую выгоду могу из этого получить и могу ли я там обучаться, какие программы мне может предложить институт в отличие от моего и какие льготы, может быть, я могу получить при прохождении этой программы. Форум необходим для ознакомления студентов с другими вузами. Далее студенты отправляются на учебу в Японию. Университет СКУБА уже 3-4 года сотрудничает с Казанским федеральным университетом и уже мы приняли больше 30 студентов СКУБА. Программы обучения являются двусторонними. Из Японии также приезжают студенты для обучения в Казанском федеральном университете. В 2018 году в Казанский университет по разным программам приехало около 80 студентов из Японии и более 40 студентов Казанского федерального университета на разные программы выезжали в 2018 году в Японию. В рамках программы по немецкой академической службе обмена в КФУ приехал преподаватель из Германии, представляя технический университет Дрездена. Практическим результатом послужит перевод книги. Об интересном формате проведения этих занятий вы узнаете в следующем сюжете. Казанский федеральный университет сотрудничать, в частности выпустить книгу, перевод, урок для будущего. Мне кажется, что это очень актуальная тема, когда сейчас мы обсуждаем, какой это должна быть школа для будущего. Преподаватель читает курсы лекций, связанных с профессорской преподавательской подготовкой. Мне очень важно, чтобы наши студенты, в частности моей группы, осознали, может быть, куда развивается урок и сформулировали свое педагогическое кредо. В частности, как управлять группой, что значит активизация учащихся. В этом образовательном пространстве, которое характеризуется сейчас большим количеством знаний, которое постоянно растет, видоизменяется, мы должны не потерять эмоциональную сторону обучения. К студентам, отобранным на программу, предъявлялись высокие требования. В частности, хорошее владение как английским, так и немецким языками. Мы узнали много интересных методик, точнее, открыли для себя то, что мы до этого еще не знали. И теперь мы готовы делиться этими методиками преподавания, как в школе, так и в университете, а может даже и в детском саду. Мы ходили в библиотеку, мы ездили на форум, который проходил два дня в Казан-Экспо. Там также мы получили очень много информации, тоже благодаря Юлии Васильевне, которая нас пригласила туда. Потом, также многим мы заинтересовались педагогикой. Кто даже не интересовался, после занятий с Юлией Васильевной мы все впали интерес. Каждый день занятия проводятся в интенсивной форме. Эта программа очень важна для нас, поскольку она позволяет объединить как филологическое образование, лингвистическое образование, так и педагогическое образование. Плюс к этому еще студенты занимаются научно-исследовательским поиском. У нас есть очень хорошая возможность наших студентов-магистрантов привлечь к научному поиску, связанному именно с компаративной педагогикой. Это очень важно. Когда мы сопоставляем международные системы, мы можем прийти к разработке какой-то универсальной методологии, которую впоследствии может использовать любая страна в своей педагогической практике. Валерия Амуратова, Елена Табасова, Универнус. Уже третий год подряд в Казанском федеральном университете организовывают фестиваль для семей, сотрудников, преподавателей и обучающихся. Подробности смотрите в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете уже в третий раз проходит фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ. Основная цель – это, конечно, повышение корпоративной культуры университета, повышение уровня семейных ценностей в университете. Даже мы, сотрудники, являемся одной большой дружной семьей. И наша корпоративная культура включает в себя не только нас самих, работающих в этом университете, но и все наши семьи, наших детей, которые так или иначе тоже принимают участие в нашей жизни. В рамках фестиваля можно принять участие в различных конкурсах. Например, конкурс детских рисунков «Веселая палитра», фотоконкурс к семейному альбому «Прикоснись», конкурс детских поделок «Красота рукотворная». В конкурсе рисунков и поделок есть очень много номинаций, в которых детишки могут проявить себя, сделать поделку или нарисовать рисунок вместе с своими родителями, рассказать, кем они хотят стать в будущем, рассказать о нашей природе, о нашем любимом родном крае, возможно, даже о нашем университете. Также можно принять участие в спортивной эстафете «Мама, папа, я – спортивная семья». В этом году впервые появилась интеллектуальная игра «КФУ-квиз». А для проявления творчества есть конкурс детских талантов «Маленькая страна». Дети могут показать свои вокальные, хореографические данные, выступить своим ансамблем, если они это делают, показать театр мод, художественное слово. Участие в конкурсах могут принимать дети от 3 до 14 лет. Работы принимаются до 8 апреля 2019 года. Подведение итогов состоится в мае, где победители и призеры получат дипломы и памятные подарки. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Межправительственная группа экспертов по изменению климата продолжает свою работу в КФУ. О промежуточных итогах работы узнавал наш корреспондент. С 4 по 8 марта в Казанском университете проходит четвертое совещание межправительственной группы экспертов по изменению климата, в котором принимают участие 137 ведущих зарубежных авторов из 53 стран мира. Конференция, которая имеет место быть здесь, совещание, она подготовит свои проекты, решения. А вот окончательный специальный доклад, он будет обнародован в сентябре этого года, после того, как они соберутся уже в Монако. Вот известное такое место, и там они уже этот доклад должны утвердить, показать его правительству, даже, по-моему, чуть ли не организации объединенных наций. В ходе работы обсуждаются возможные риски, связанные с климатическими изменениями. А главное, готовятся доклады, касающиеся последствий изменения климата для экономики, социальной и природной сферы и способов адаптации к изменениям климата. Конечная цель всей вот этой МГЭК, имеется в виду не только местного сообщества, их порядка 2000 человек всех-то, чтобы в 2022 году создать оценочный доклад. Вот эти доклады, выжимки из них делаются для лиц, принимающих решения, то есть для политиков. На базе климатических моделей прогнозируется изменение климата по всему земному шару до конца столетия. Вот завтра, к слову скажу, будет в свою повестку, они включили сообщение Сильвановской, нашего директора, который будет рассказывать про институт, и мой научный доклад. Такие, не такое же большое время, но тем не менее, это неплохо, что мы можем рассказать о том, чем мы здесь занимаемся. Валерия Муратова, Универньюз. Это были все самые главные новости. А представительниц прекрасного пола мы поздравляем с наступающим женским праздником. Еще увидимся!